Его мечтой была Академия физкультуры, где он собирался продолжить занятия бальными танцами. Поступить туда не удалось, и молодой человек совершенно не знал, что ему делать дальше. На выручку пришел отец, который заставил парня стать студентом Московского института искусств. Так благодаря мудрости отца Мир получил блистательного актера Антона Хабарова. Еще будучи студентом, Антон Хабаров снялся в двух эпизодических ролях в картинах «Госпожа Победа» и «Медовый месяц». Первую серьезную роль Антон получил в 2005-м, когда его пригласили на съемки сериала «Доктор Живаго», его герой – Родион Гишар. Эту работу он запомнил на всю жизнь, ведь ему посчастливилось сниматься с самим Олегом Янковским, настоящей легендой кино. Хабаров очень волновался, у него никак не получалось войти в роль. На помощь ему пришел Олег Янковский. Он уговорил съемочную группу сделать небольшой перерыв в работе, отвел молодого коллегу в сторону и рассказал аналогичную историю, которая произошла с ним самим на первой съемке. Он тоже был начинающим актером, когда с ним в пару поставили звезду – Ролана Быкова. Быков тогда помог Янковскому справиться с волнением, нашел нужные слова, чтобы поддержать молодого коллегу. После этой беседы Антон справился со своей стеснительностью, и перевоплощение прошло успешно. В 2007 году Антону Хабарову дали первую главную роль. Это был сериал «И все-таки я люблю». Он сыграл сына генерала, а его однокурсница Татьяна Арнтгольц исполнила роль его жены. Их кинороман пришелся по душе миллионам зрителей. Сериал рассказывает о том, как один момент может перевернуть жизнь с ног на голову, и как счастливая девушка может оказаться на улице, стать несчастной и остаться ни с чем, и как она потом будет выживать в чужом городе. Красавец-мужчина Антон Хабаров, с приятным бархатистым голосом, как нельзя лучше подошел на роль жениха. Образ получился несколько отрицательным, ведь по сути он бросил беременную жену с ребенком, и так и не смог проявить мужские качества, чтобы защитить их от нападков родителей. В 2009 Антону Хабарову предложили участие в новом проекте. Буквально с первых серий стало понятно, что он оказался рейтинговым. Это была картина «Братаны», участие в которой помогло молодому актеру достичь еще более высокого статуса. В картине кроме Хабарова снимались популярные актеры Сергей Селин, Алексей Кравченко, Дмитрий Дьяконов. По сюжету фильма они четверо друзей, отслуживших в десанте. Так сложилась их судьба, что они оказались в банде. В те годы криминальный жанр пользовался особым спросом, и фильмов, аналогичных Брутанам снималось очень много. Но несмотря на это, картина была отмечена и зрителями, и критиками, поэтому было принято решение о съемках продолжения. Режиссеры начали съемки еще трех сезонов, Хабаров продолжал играть своего персонажа. Затем Антона Хабарова пригласили на съемки мистического сериала «Закрытая школа». У этого проекта были очень высокие рейтинги, персонаж Хабарова, директор школы, молчаливый, замкнутый и немного таинственный. Антон получил большое удовольствие от съемок. В актерском составе были не только начинающие актеры, но и мэтро-кинематографа. Хабаров счастлив, что оказался на одной съемочной площадке с прославленной Татьяной Васильевой. Актер признается, что несмотря на имеющийся опыт работы в кино, перед сценой с Васильевой ощущал особое волнение и старался подготовиться к ней заранее. В 2012 году у Антона главная роль в фильме «Пока Шива танцует», он играет Владимира Бубнова. Сюжет в фильме начинается с того, что экипаж российского военного самолета «Амфибий Би-12», находясь на учениях в Индийском океане, обнаружил среди горящих обломков яхты новорожденного младенца, привязанного к плотику рядом с мертвой матерью. В 2013 году вышел фильм «Две зимы и три лета». У Антона главная роль, он играет Михаила Пряслина. Каждая деталь в сюжете сериала настолько жизненная, что порой вообще забываешь, что смотришь кино, вокруг ничего не существует. Сюжет фильма основан на романах Федора Абрамова «Братья и сестры». Сериал о том, как жила наша страна в военные и послевоенные годы. В сериале мощно поданы проблемы морали и нравственности, до такой степени сильно, что начинаешь задумываться о собственных грехах. Еще в одном фильме 2013 года «Серьезные отношения» – герой Антона Хабарова Игорь Северский. Сюжет фильма очень жизненный и интригующий. Во время его просмотра и после не оставляет мысль, что судьба еще та штучка, подкидывает неожиданное развитие событий, и в жизни может случиться все что угодно. В фильме отображены отношения трех пар, все закручено и заверчено очень лихо. Мужья, жены, любовница, ребенок от любовницы, друг, случайное знакомство – все перемешивается и развязка очень интересная. Следующая главная роль у актера в фильме 2014 года «Неформат». Он играет Андрея Волина. Динамика сериала такая же искрометная, как и юмор. А еще сериал невероятно трогательный. И то, что так легко и с юмором говорят об очень серьезном, оказалось наиболее верным способом, тронуть действительно глубоко. В 2015-м в биографии Антона был еще один удачный проект, детектив-хроника гнусных времен. Персонаж Хабарова – предприниматель Кирилл, который старается раскрыть преступление и помочь своей любимой. В 2016-м Антона Хабарова пригласили на новые съемки. На этот раз это криминальный сериал «Морка», который сняли Розенберг и Мочилов. Премьера картины прошла в начале 2017 года и сразу получила звание «События года». Герой Хабарова – щитовод Бланк. Это трогательная и красивая любовная история преступника и сотрудника милиции. И еще одна работа с участием Антона Хабарова – сериал «Новая жизнь», в котором актеру также достался главный персонаж. История, рассказанная в картине, начинается в Москве, и потом события начинают разворачиваться в деревне. Также здесь затронуты непростые отношения отцов и детей, но и конечно же присутствует любовная история героев сериала. В фильме «Жертва любви» 2018 года он играет программиста Игоря Жданова. Так вот мораль этого фильма – что не нужно скрывать от близких людей секреты. И если что-то волнует, лучше поделиться своими мыслями с ними, так можно избежать множества ошибок. Еще сериал наводит на мысль, что все в жизни не случайно, и если что-то случилось плохое, то возможно, это остановка перед наступлением хорошего события. Детектив селфи с судьбой по роману Татьяны Устиновой, у профессора физико-математических наук Ильи Суботина, которого играет Антон Хабаров «Странное хобби», он раскрывает преступление, это история о пути к себе, про то, как герой обретает свое счастье. В начале истории Илья – ученый червь, которому хорошо жить с собой и собакой, но в итоге он находит свою любовь. Очень интересный фильм «Свадьба и разводы». В каждой серии фильма – один развод и одна свадьба. Каждый из них уникален, но основан на реальных историях из жизни. Зрители ждут свадьбы в парках и клубах, торжество в стиле великого Гэтсби, байкерская свадьба и церемония, проведенная в самолете. Не менее разнообразные разводы, особенно, когда в разделе «Имущество» принимает участие вся семья, или когда один из супругов – олигарх. Антон рассказывает про своего персонажа в этом фильме. «Мой герой – адвокат по разводам, один из лучших в своей профессии. Перед съемками фильма я написал письмо, как минимум в четыре адвокатские конторы, с просьбой проконсультировать меня немного относительно ремесла, чтобы лучше понимать профессию, и для того чтобы образ адвоката был более реалистичный. Отозвалась только одна известная компания, и я им безумно благодарен. Со мной поделились многими нюансами этой профессии, и все это я использовал в фильме». В 12-серийном остросюжетном сериале с элементами мистики, 25-й час роль главной героини, исполняет Татьяна Арнтгольц, а ее партнером стал Антон Хабаров. Этот тандем был выбран не случайно. Таня и Антон уже неоднократно работали вместе и знают, как убедительно сыграть ту самую химию, которую так ждет зритель. Этот фильм, фантастика наших дней, назад в прошлое, чтобы изменить будущее. Учит ценить время. За один час можно сделать очень много. Она из самых любимых ролей Антона Хабарова, это адвокат Климар Дашев в одноименном сериале. Эпоха начала 20-го столетия, воплощена создателями мини-сериала просто восхитительно. Раскрывать преступления без современных технологий сложно, но намного интересней. В сериале «Конец невинности» 2019 года, персонаж Антона Игорь, он снова перевоплотился в совершенно неромантичного героя, и ему такие роли очень даже идут. Фильм снят в жанре мелодрамы, по мере развития событий много детективных кадров. В этом сериале показаны истории трех семей, трех братьев с женами. Фильм о любви, много романтических сцен. В фильме «Очим» 2019 года, Антон играет, Игоря Галицкого, это главная роль, «Очим», спокойный сериал о паре десятилетий послевоенного времени, с 1952 года, состоит из 16 серий, но с первых серий он привлекает внимание, так как показывает нам жизнь людей того времени, а история всегда интересна. За основу взята жизнь простой семьи, из далекого сибирского поселка, и все события происходят послевоенные годы. 26 декабря 2020 года состоялась премьера фильма «Бывшие», с Анной Невской, и Антоном Хабаровым в главных ролях. Фильм смотрится легко и с интересом. Это история бывших супругов, которые ради сохранения работы, изображают счастливую семейную пару. Фильм показывает, как необходимо ценить и уважать любовь, семейный уют, сохранить в себе те качества, которые продлевают жизнь семейного очага. В фильме Казанова его персонаж, Игорь Апрельцев. Жанр сериала – детектив, с хорошим музыкальным сопровождением, где ведется сложное расследование. Разыскивают мужчину, который соблазняет женщин с последующим ограблением. Сериал состоит из восьми серий. Смотрится увлекательно. Прототипом Казанова стал, реально существовавший советский брачный аферист по кличке, Ален Делон, который был приговорен к расстрелу. Фильм дарит море положительных эмоций, и предостережение доверчивым женщинам. Хабаров вновь предстал вамплуа злодея, в сериале «Воскресенский», который вышел на телевизионные экраны, осенью 2021 года. В интервью по поводу своей роли актер заметил, люди часто представляют зло как нечто страшное, кровавое, тем временем мошенники и преступники часто бывают людьми обаятельными. И эти качества, по словам артиста, интересно замечать и развивать в собственном персонаже. Любопытно, что изначально Антон пробовался на роль протагониста ленты, хирурга Аркадия Воскресенского, но впоследствии все же обратился к образу антагонист, сложностью в съемочном процессе для исполнителя, стала особенность его героя, бельмо на глазу, ему приходилось снимать линзы. В 2022 году Антона Хабарова можно будет увидеть в фильме «Алекс Лютый. Дело Шульца в главной роли». Действие картины развернется вокруг подполковника КГБ Андрея Елисеева, которого играет Антон Хабаров, который, расследуя дело об убийстве девушки, выйдет на след нацистского хирурга Германа Шульца, проводившего во время войны опыты над заключенными. События в картине происходят в 1975 году в Ленинграде. В фильме «В парке Чиир» 2022 года играет Андрея. Эта картина настоящая сага, с огромным количеством героев, большой массовкой и масштабными съемками, это рассказ о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. А также в картине «Операция Валькирия» в роли Чердынцева. Фильм повествует о борьбе советских чекистов с германскими агентами, оставшимися в Крыму после окончания Великой Отечественной войны. Не забывайте подписываться на канал Аллея Звезд, чтобы быть в курсе самых интересных событий из жизни артистов. Субтитры создавал DimaTorzok